МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К сожалению, семьи распадаются, но родители имеют определенные обязанности по отношению к своим детям, в том числе материально их обеспечивать до совершеннолетия. И иные члены семьи даже после ее распада могут иметь аналогичные обязанности. Говоря об алиментах, чаще всего люди имеют в виду алименты на ребенка, что не охватывает все виды таких выплат. Поэтому сегодня нашу программу посвящаем этой теме. Алименты. Кто имеет право на эти виды выплат? Эксперт в студии, консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Сергеевна Власова. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, уважаемые телезрители, мы ожидаем вопросов ваших по телефону в студии 202-11-22. Как всегда, я анонсирую, что вы можете задать вопросы по любому вопросу, если бы вы пришли на консультацию к нотариусу. Это и наследство, и завещание, и брачный договор. Так если у вас есть вопросы, мы с нетерпением ждем их в прямом эфире 202-11-22. Ну а начинаем с заявленной темы, Полина Сергеевна. Вот алименты на ребенка. Скажите, пожалуйста, в каких случаях по закону можно на них рассчитывать? Вообще принудительное взыскание алиментов, оно осуществляется при отсутствии соглашения между родителями. В рамках семейного законодательства родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Несовершеннолетие у нас по законодательству РФ прекращается с момента достижения 18-летнего возраста, либо вступление в брак до 18 лет, либо эмансипация, так называемая, когда несовершеннолетний начинает либо вступать в трудовые отношения и имеет возможность самостоятельно себя содержать, либо занимается согласием родителей и предпринимается с этой деятельностью. Во всех иных случаях до 18 лет родители обязаны обеспечивать материально своих детей. Соответственно, если родители не могут никак договориться между собой, при этом алименты могут быть взысканы как с одного родителя, так и обоих, если они оба никак не участвуют в воспитании детей, их содержании. И, соответственно, можно либо с соглашением определить эти алименты, либо уже принудительно взыскивать в судебном порядке. Вот вы сказали соглашение об уплате алиментов. Мы несколько передач посвящали этому вопросу. Вот скажите, пожалуйста, что это за документ, и все-таки зачем и кому его нужно составлять, ну и самое главное, чьи интересы в первую очередь при этом будут учитываться? Ну, соглашение об уплате алиментов нужно составлять родителям обязательно. Это защищает интересы как и лица, которые содержат ребенка, да, и плательщик алиментов. Как правило, алименты уплачиваются тем родителям, с которым дети не проживают совместно. Соответственно, родители, как правило, в Российской Федерации это мама ребенка. Если же все-таки суд определяет место жительства с отцом, то тогда лицом обязаны плачивать алименты, соответственно, становится мать ребенка. И поскольку соглашение – это письменная договоренность, и в случае возникновения каких-либо споров, разногласий, еще каких-либо вопросов, соглашение всегда – это некоторый ключ к ответу на данные вопросы. Потому что все четко зафиксировано, нотариально удостоверено, и уже в случае, если потребуются какие-либо доказательства, они уже будут закреплены в этом соглашении. Спасибо большое. Полина Сергеевна, у нас есть звонок от телезрителей. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Добрый вечер. Я хочу задать такой вопрос. Мы с мужем, когда взвозились, заключили соглашение об уплате алиментов. Ну, стандартная определенная доля от его зарплаты. Но, к сожалению, в последнее время очень не хватает денег. Появляются какие-то непредвиденные расходы в связи с пандемией. И у меня такой вопрос. Он должен вообще участвовать в этих тратах и увеличивать количество денег. Да. Наверное, которые не прописаны в этом соглашении. Наверное, это имеется в виду. Но вы вообще ответьте. Смотрите, если у вас в соглашении определен, как был указан, определенный размер, то есть доля от заработка, предполагается, что это максимум, что может понести расходы родитель. И, в принципе, вы на это согласились, когда подписывали это соглашение. Предполагается, что все какие-то дополнительные траты уже включены в размер этих алиментов. Но стороны могут дополнительно договориться, что определенные расходы, например, хотят на определенный вид образовательной организации направить ребенка. То есть на какой-то платный вид обучения. Либо на определенные спортивные занятия. Либо у ребенка возникли проблемы со здоровьем, и необходимо нести эти расходы. И родители оба согласны. Вам в вашем случае необходимо переговорить с вторым родителем, с отцом ребенка. И уже пойти к нотариусу, внести изменения в соглашение об уплате алиментов. И указать, какие дополнительные расходы еще отец будет нести. Если же отец не согласен на данные траты дополнительные, есть возможность обратиться в суд и попытаться в судебном порядке взыскать эти дополнительные расходы. Но здесь некоторые неограниченные перечни, определенные виды могут быть. Это либо нетрудоспособность, некоторые увечья, проблемы со здоровьем ребенка, которые носят постоянный характер. То есть какое-то хроническое заболевание, например. Либо требуется дополнительный уход, с которым мама не справляется. Потому что она вынуждена работать, а ребенку требуется постоянная сиделка. То есть предоставить такие весомые доказательства. Либо если нет постоянного помещения для проживания в собственности у ребенка и требуются расходы на возмещение платы за наймы этого жилого помещения. Поэтому, в принципе, если у вас есть какие-то подтвержденные систематические расходы, которые сейчас возникли, а на момент заключения соглашения их не было, и даже вы могли не предвидеть эти расходы, то вы можете попытаться в случае несогласия отца в судебном порядке взыскать. Ну вот телезрительница сказала, что в период пандемии, возможно, может быть, заработок у нее понизился, либо вообще работу потерял. Я сейчас говорю в принципе, да, как бы не конкретно вашу ситуацию. Вот тем не менее, это можно представить как доказательство недополученного дохода? Ну, если они определили соглашением размер, да, алиментов, он в соглашении не может быть ниже того, чем определяется судом. Соответственно, уже отец, исходя из этого соглашения, он уже и так предполагается, что несет максимум, да, того, что он может. Поэтому от того, что у супруги, не у супруги, у матери, у ребенка упали доходы, это как бы не основание, да, для увеличения этих алиментов. Если у матери упали доходы, а у отца возросли, есть доказательства об этом, есть там подтверждения или какие-то иные источники дохода, которые, там, не знаю, отец не предоставляет, конечно, можно в этом случае как-то обязать его выплачивать. Но, в принципе, доля к заработку – это вот оптимальный такой размер алиментов, которые уже в соглашении прописаны и мы практически никогда не изменяем. Спасибо. Мы работаем в прямом эфире. Если вдруг линия занята или, может быть, звоночек сорвался, набирайте 202-11-22. Ваш вопрос непременно попадет к нам в студию. И мы говорим сегодня об алиментах. Ну, а также ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители, касаемо завещания брачного договора. Ну, а если есть вопрос по алиментам напрямую, пожалуйста, задавайте. Скажите, пожалуйста, Полина Сергеевна, каков на сегодня по закону размер алиментов и вот как подать на алименты первый шаг, куда нужно обратиться? Ну, алименты на детей, да? Самый распространенный вид алиментов зависит от количества детей, которые находятся на содержании данного плательщика алиментов. Если на содержании данного плательщика находится один ребенок, то по закону установлен размер не менее 1 четвертой, доля от всех видов заработка. Если же 2 ребенка, то это не менее 1 третий, 3 и более ребенка – это половина заработка. Да, а сейчас продолжим. Примем звонок от телезрителей. Алло, слушаю вас, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Вот такой вопрос. Хотел бы уточнить. Женой разделить, и она хочет, чтобы я квартиру оформила на ребенка. Можно ли сделать так, чтобы я больше ничего не был должен? Вы имеете в виду, не были должны в счет уплаты алиментов. В счет уплаты алиментов, да, совершенно верно, мы вас понимаем. В счет уплаты алиментов вы оформляете квартиру на ребенка и не платите алименты до совершеннолетия. Полина Сергеевна, ответьте. В принципе, один из способов уплаты алиментов – это не всегда могут быть определенные денежные суммы. И, соответственно, можно передать либо единовременно сумму денежных средств, либо передать имущество. Как правило, передают, да, вот в вашем случае, недвижимое имущество. Но к соглашению выплаты алиментов можно указать, да, о том, что алиментные обязательства прекращаются. Но в случае, если положение материальное сторон ухудшится, то есть если мама потеряет все источники дохода, и фактически не на что будет, да, содержать несовершеннолетнего ребенка, у мамы будет возможность обратиться в суд и довзыскать того размера алиментов, который не хватает. Полина Сергеевна, я прошу прощения, а здесь вот это как-то просчитывается. Вот телезритель сказал квартиры. Мы не знаем, однокомнатная, двухкомнатная или трехкомнатная. Если просчитать все-таки вот, да, сумму в твердой денежной валюте до 18-летия, это же ведь может и на порядок превышать алименты. Конечно, может превышать, а может наоборот. Если ребенку один год, а еще 18 лет нужно платить. Это просчитывается как-то кем-то? Как правило, если стороны согласны, да, и нотариус, конечно, он изучает, да, и стоимость квартиры, не дай бог, эта квартира там находится в каком-то там ветхом состоянии или аварийном. Соответственно, конечно, такое жилое помещение, оно не будет передано. То есть соглашение у нотариуса можно составить такое? Да, конечно, такие соглашения составляются, нотариально удостоверяются, и нотариус определяет, да, стоимость данного имущества, берет в внимание, да, его рыночную оценку, и, соответственно, требует справку о доходах отца, да, и уже примерно, как бы становится ясно, достаточно это, да, для определенного периода погашения алиментов или, в принципе, до исполнения обязательства. Но всегда нотариус предупреждает о том, что в случае ухудшения материального положения сторон есть возможность довзыскать, да, вот те алименты, которые там не были доплачены, да. Но эта процедура, опять же, происходит в суде, и в суд нужно предоставить реальные доказания, доказательства уменьшения материального дохода, да? То есть это непросто. Ну, если, всегда, если стороны не согласны, да, может быть, там, через 10 лет действительно отец ребенка посмотрит, да, на содержание своего дитя и, как бы, в принципе, согласиться внести и определить еще определенную денежную сумму, да, которую он будет уплачивать. Если, конечно же, нет, то в судебном порядке, представив определенные доказательства. Спасибо вам большое. Мы продолжаем в прямом эфире работать, уважаемый телезритель, и ждем вопросов ваших. Телефоны вы видите на экранах, да, звонивайте, пожалуйста, к нам. Полина Сергеевна Власова, консультант Нотариальной палаты, непременно ответит на все интересующие вас вопросы. Я подмечаю, опять же, что можно вопрос задать не только по заявленной нами сегодня теме алименты, но также по завещанию, по обращенному договору и по наследству. Звоните, пожалуйста, к нам в прямой эфир. Полина Сергеевна, алименты после 18 лет. Расскажите, пожалуйста, о процедуре этих выплат. Да, ну, как я уже сказала, обязанность детей, по содержанию родителя прекращается с момента наступления 18 лет. Существует такое бывательское мнение, что если ребенок обучается по очной форме обучения, у него нет возможности работать полноценно, себя содержать, то и в этом случае родители обязаны его содержать. Это не так. По закону обязанность прекращается строго в 18 лет. Конечно, родители могут заключить соглашение между собой, один представляет интересы другого, о том, что в данном случае здесь уже будет ребенок действовать сам за себя, и по отельщикам алиментов, соответственно, отец представляет свои интересы. Но в данном случае это соглашение уже не имеет силы исполнительного листа, у него иной порядок взыскания принудительного по данному документу, соответственно, там ниже размер этих алиментов уже не устанавливается. То есть стороны здесь уже как бы больше вроде бы в рамках семейного законодательства, но уже четкие требования, которые по уплате алиментов на несовершеннолетнего ребенка, они уже здесь не распространяются. В принципе, заключить такое соглашение можно. Можно. Спасибо. Есть звонок, мы вас приветствуем. Здравствуйте, в эфире программы «Территория права». Пожалуйста, ваш вопрос. Я хочу спросить о чем? Пожалуйста. У меня племянница, 5 лет ребенку, 2 года ребенку. И что она должна получать от мужа, если он ушел? Так, развод официально оформлен? Нет? Ну, в принципе, это не влияет. Да, неважно. Что нужно сделать, чтобы, наверное, получать алименты? Есть какой-то официальный у отца детей? Есть доход официальный? Алло, вы с нами? Алло. Я слушаю вас. Доход есть официальный у отца детей? У жены дохода нет. Она сидит, вот, 5 лет ребенку. Понятно, понятно. А у отца есть доход? А у муж? Доход есть, он работает? Естественно, он работает. Ну, в принципе, вопрос понятен. Спасибо. Если отец уклоняется от уплаты алиментов, то есть путем переговоров не удается, да, достигнуть соглашения и не удается заключить соглашение об уплате алиментов, тогда, соответственно, матери нужно обратиться в суд в целях истребования взыскания данных алиментов с отца. Так как детей двое, соответственно, она может рассчитывать на не менее двух, одной трети от всех видов доходов. Соответственно, когда будет оформляться там заявление в суд, соответственно, заявление может быть подано как по месту жительства истца, так и по месту жительства ответчика. Здесь альтернативная подсудность, соответственно, истец сам выбирает. Нужно представить доказательства, соответственно, о том, что он является отцом детей свидетельства о рождении и ходатайствовать перед судом об истребовании документов, подтверждающих его доход. Это могут быть либо запросы, суд сам направит запросы, либо фонд социального страхования, там все отчисления от заработной платы указываются. Если он занимается предпринимательской деятельностью, то, соответственно, запрос налоговый орган об отчислениях. То есть это все делает суд, осуществляет, да? Да, такие запросы по ходатайству лица может направить. Если у вашей супруги есть определенная информация о его источниках дохода, который не учитывается в налоговом органе, потому что он может давать налоговую декларацию, а может не подавать. Или если он неофициально работает, но получает, например, какие-то дивиденды по акциям, либо там состоит, ну, занимается там какими-то инвестициями. Если вот вся вот эта информация об источниках заработка есть, соответственно, она вся может быть предъявлена судом. И, исходя из этого общего, уже будет рассчитан размер алиментов. Так как срок исковой давности не установлен, но важно помнить, что алименты взыскиваются только за три года до обращения в суд, не нужно тянуть с этим вопросом и обращаться к юристам, подготовить исковое заявление и уже его представить. Полина Сергеевна, вы сказали, неважно в разводе или нет, то есть если даже супруги официально не оформили документы о расторжении брака, то все равно можно подать на алименты? Да. Главный вопрос, участвует отец, да, либо мать, если ребенок проживает с отцом, в материальном содержании детей. Если, соответственно, никакой помощи, поддержки нет, и либо не устраивает маму, да, с которой остался ребенок, тот размер алиментов и знает, что она имеет право на получение большего размера, несмотря на то, что в браке они, либо это брак расторгнут, проживают они совместно или не проживают. Или вообще его не оформляли, так называемый гражданский день, да? Либо, соответственно, да, никак брак не заключали. В любом случае у лица, с которым остается ребенок, есть право взыскивать алименты. При этом даже возможно, что лица прекратили, да, свои супружеские отношения, но до сих пор проживают в одном жилом помещении, зарегистрированы по одному адресу. Но проживают в разных комнатах, фактически уже никакой совместной деятельности, совместной жизни они не ведут. И может, да, отец там уклоняться, да, от уплаты алиментов, не работать, злоупотреблять спиртными напитками, и, ну, разные, да, ситуации бывают. Даже в этом случае при совместной регистрации по месту жительства у лица есть возможность получить эти алименты. Полина Сергеевна, вот скажите, пожалуйста, алименты с безработного можно взыскать? Да, также на этот случай в Семейном кодексе предусмотрена норма, что в случае, если у лица нету постоянного заработка, постоянного, да, места работы, либо этот заработок меняется, либо он нерегулярный, либо, в принципе, там какой-то заработок есть, но он неофициальный, либо, в принципе, сложно установить, да, какой-то определенный размер, или этот размер будет, там, не отвечать интересам, да, несовершеннолетнего ребенка. Есть возможность установить размер алиментов не в долях от заработка, а в твердой денежной сумме. Как правило, суды, если действительно там длительное время человек официально, да, не имеет определенного места работы, соответственно, суд уже присуждает в зависимости от прожита, от размера прожиточного минимума. В субъекте, если в субъекте не установлен, то в Российской Федерации. При этом он может быть как и двукратный размер присужден, как и в долях вот этого размера. Но присудить-то можно. А как взыскать, если человек не работает и не получает доходы? Есть различные в рамках исполнительного производства, так скажем, негативные последствия неуплаты алиментов. Во-первых, это арест всех счетов, арест заработной платы. То есть если он куда-то устроится, пристав обязан периодически, либо по ходатайству изыскателя, да, матери, периодически направлять запросы. Если все-таки, ну, никому неудобно, да, когда у него, учитывая, что сейчас очень развитый онлайн-перевод, в принципе, вот, хранение денежных средств, да, на счетах, если ему, ну, это действительно ограничивает существенно, да, деятельность и жизнь, да. Соответственно, можно вот арестовать имущество, можно наложить арест на имущество, можно обратить взыскание на имущество, которое у него имеется в собственности. То есть это квартира, машина, это может быть любое имущество? Любое, абсолютно. Можно обратить, если у него есть какие-то там акции, доля в основном капитале, абсолютно любое имущество. И есть еще, вот, в 16-м году была введена такая негативная, да, мера для должников по уплате алиментов и по уплате средств в возмещении вреда, это ограничение специальным правом управления транспортным средством. То есть также это является очень негативным последствием. Это именно не арест самого транспортного средства, а право вождения, да, грубо говоря. Происходит он следующим образом, то есть судебный пристав выносит постановление, приостановление данного права. И в случае, если будет какая-то проверка документов, либо дорожно-транспортное происшествие в системе ГАИ, да, есть эта отметка, то, что лишен, ограничен, да, это не лишение, это ограничение правом управления. И за данное ограничение установлена даже административная ответственность. Это может быть либо до 50 часов обязательных работ, либо до года лишения прав. Соответственно, уже если ты лишен, да, право управления транспортным средством, и нарушаешь данный запрет, здесь уже более строгое наказание. Поэтому можно, если нету таких вот возможностей взыскать, хотя бы наложить такие аресты на счета и на право управления. Валентина Сергеевна, вот очень частый вопрос, когда супруги в разводе, да, и один из супругов передает наличные средства, там, жене, да, и нигде это не фиксируется ни ей, ни им. Вот здесь как быть? Он может сказать, так я платил ей, а она говорит, нет, я не получала. Вот такие часто ситуации бывают, как все-таки урегулировать отношения между супругами, когда передаются деньги вот из рук в руки, при свидетельствах, расписку или писать, либо все-таки один путь к сплошению. Да, это очень главная ошибка, когда у людей, в принципе, доверительные отношения, а потом при изменении каких-то обстоятельств, появлении обиды, соответственно, одна из страны начинает злоупотреблять эти страны. Поэтому всегда нужно фиксировать перечисление средств. Во-первых, обязательно заключить соглашение по плате алиментов, чтобы не было такого, что я рассчитывал на такую сумму, а ты мне перечисляешь другую, и я вот буду с тебя требовать как раз эту разницу в этих суммах. Поэтому обязательно заключить соглашение по плате алиментов, четко прописав условия, и фиксировать факт передачи денежных средств расписками, онлайн-переводами, соответственно, выпиской со счета. Также, если родители находятся в разных городах, не желают перечислять денежные средства онлайн, можно переводом почтовым с обязательным указанием на значение платежа. Как в онлайн-переводах, так и в почтовых. Обязательно указывают, что это в счет уплат алиментов, иначе другая сторона может злоупотреблять, говорить, ну, это долг, это возврат определенного долга и прочее. Спасибо. Есть звонок, мы слушаем вас очень внимательно. Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Я позвонила и, наверное, пропустила как раз то, о чем мы сейчас говорили. Дело в том, что, допустим, мой сын, я сама подала на алименты, теперь они живут нормально, он отдает ей всю зарплату, но вот как, не получится так, что она подала уже на эти алименты и будет считаться, вот, что он как бы не платит за эти алименты. Все ясно, что сделать, да, чтобы такой негативной ситуации не произошло, Полина Сергеевна. Ну, всегда нужно себя обезопасить и фиксировать факт передачи этих денежных средств. Нет, если они, телезрительница сказала, что они живут нормальной, хорошей семьей, помирились, отношения с супружескими, все хорошо. Она подала уже в суд на алименты, что сделать? Да, ну, она говорит также, что он продолжает, как бы, отдавать всю заработную плату и тем самым уплачивать алименты. Поэтому в данном случае, ну, не знаю, как, конечно, как это будет выглядеть, да, перечисление. Заявление сюда можно забрать? Смотрите, здесь можно, да, конечно, можно. Во-первых, можно заключить соглашение об уплате, да, алиментов, в котором указать, что там за определенный период алиментные обязательства исполнены, исполнены в таком-то размере, на будущее, соответственно, такие, да, вот такой у нас размер алиментов. Вот, соответственно, в принципе, если вы обратились, да, уже за взыскание, решение, что это действует, брак, как они заново не заключали, как я понимаю, да, соответственно, решение продолжает действовать. И уже, как бы, отменить его невозможно. Единственное основание, да, для, как бы, отмены обязанностей по уплате алиментов, это факт, то есть, когда ребенок, там, переезжает, да, от матери к родителям, к отцу, и начинает уже с ним жить, и тот несет больше, соответственно, обязанностей, да, по его содержанию. В данном случае, если они проживают совместно, возможно, есть смысл подать отцу на прекращение уплаты алиментов, да, то есть, фактически, как бы, семейные отношения хоть и не узаконены, да, брак, да, не заключены. Ну, вот мы сейчас здесь не знаем, какая ситуация, по-моему, сказала, на просто... Да, ну, в принципе, возможно подать, если они совместно, реально совместно проживают, возможно подать иск об прекращении уплаты алиментов, поскольку совместно живут, совместно несут все расходы. Но если совместного проживания нет, они просто помирились и там установились доброжелательные отношения, нужно фиксировать факт передачи любыми возможными способами. Перечислять, в принципе, если там перечислять на карту, да, это заработную плату с назначением платежа, думаю, никого это не обидит, всем будет, ну, понятно, куда эти денежные средства направлены. Спасибо. У нас есть еще время, но немного, поэтому, если есть вопросы, дозваниваются, уважаемые телезрители, и мой эксперт сегодня в студии, Полина Сергеевна Власова, консультант Материальной палаты Самарской области, непременно ответит. Полина Сергеевна, алименты родителям от детей, это тоже правомерная процедура, вот в каких случаях все-таки родители могут это сделать, ну, и самое главное, нужно ли? Ну, так как у нас семейное законодательство, оно очень, так скажем, заботливое о всех членах семьи, соответственно, если родитель является нетрудоспособным и нуждающимся в помощи, здесь вот две категории, нетрудоспособность, соответственно, в силу здоровья, да, если есть инвалидность, и либо в силу достижения пенсионного возраста, и нуждающихся в помощи, то есть это тот родитель, да, у которого не хватает законов, да, средств, которые он получает на несение своих, ну, как бы, самых первонепходимых, да, расходов. Он может, соответственно, предъявить, в случае, если невозможно заключить соглашение, да, ребенок не согласен уплачивать никакие, да, алименты, можно обратиться в суд и, значит, попробовать взыскать эти алименты в судебном порядке. Они уплачиваются, взыскиваются в твердой денежной сумме, исходя из материального положения сторон, исходя из, какие еще лица находятся на иждивении, если там, да, несовершеннолетние дети, сам, в принципе, способен ли ребенок уплачивать, может быть, он сам находится в тяжелом материальном положении, сам инвалид и прочее. То есть здесь уже суд будет оценивать всякие различные факторы, размер, да, источники дохода, общую эту картину и уже принимать решение, присуждать данные алименты или нет. То есть вы хотите сказать, в любом случае, случай индивидуален. Да, конечно, суд, он будет исследовать все обстоятельства по делу, но здесь вот тоже важный нюанс. Если же родители не участвовали в содержании своих детей, и это как-то возможно доказать, либо, ну, также взыскивались алименты, долг большой за алименты, да, перед этим ребенком у родителей, или же, например, в принципе, они лишены даже родительских прав, уже такие люди, они не имеют права требовать алименты. Лишены в принципе не имеют, а те, которые не участвовали, суд может освободить таких детей, в содержании которых родители не участвовали, от уплаты алиментов. Да, и еще тема и вопрос, которого я не могу не коснуться в рамках нашей сегодняшней темы, это алименты на супруга или бывшего супруга. Вот здесь какие условия выплаты? Здесь также у одного лица, который обязан уплачивать алименты, должна была возможность их уплачивать, и определенная категория лиц. Например, это жена, в том числе в случае расторжения брака, то есть бывшая жена при беременности и в течение трех лет с момента рождения ребенка. Нуждающийся нетуспособный супруг, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом до достижения 18 лет, и ребенком-инвалидом с детства. И также имеет право бывший супруг, который в случае, если нетуспособность наступила до расторжения брака или в течение года после расторжения, или если пенсионный возраст наступил в течение пяти лет после расторжения брака, при условии, что брак был длительный. Ну что же, спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, с нашими участниками телевизионного разговора в рамках программы «Территория права». Благодарю вас еще раз за, как всегда, профессиональные и экспертные ответы. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok